В четырехугольнике точка пересечения диагоналей разделила каждую из этих диагоналей пополам. Значит, итак, есть четырехугольник А, В, С, Д. Давайте я вырисую. А, В, С, Д. Известно, что у него диагонали пересекаются и делят каждую другую пополам. Задача. Докажите, что противоположные стороны равны, а заодно давайте докажите, что они еще и параллельны. Два раза я решаю эту же задачу. Ну, а на самом деле и тоже А, Д, равно В, С, и то же самое А, Д, равно В, С. Значит, ребята, это очень простая вещь. Если четырехугольник обладает вот этим вот замечательным свойством, что у него и центр симметрии, то в таком случае, как называют такой четырехугольник? Кто помнит это слово? Да? Центральный-цимметричный, верно. Но есть у него точное название. Не знаете? Как называется... Хорошо. Давайте, давайте. Как называется вот такой четырехугольник? Вот этот слово как называется? Прямоугольник. Прямоугольник. Замечательно. Как называется вот такая форма? Тоже прямоугольник. Замечательно. Как называется вот такая форма? Квадрат. Замечательно. Часы тоже квадратные? Да. Молодец. Сбоку. Слово? Конечно, это параллелограмм. В русском языке пишут здесь две буквы L и здесь две буквы M. Постарайтесь произнести при себя. Параллелограмм. Замечательно. Кто докажет? Представьте, куда всем просто из наших признаков. Просто упражнение на один из вот этих вот трех признаков. Как доказать, что если у четырехугольника диагонали пересеклись и пополам наделились, почему это параллелограмм? Это не РОМ. Это никто не сказал, что это РОМ. Давайте я вам нарисую видно, что это не РОМ. РОМ это на самом деле параллелограмм, у которого все стороны одно и то же длины. Господа, представьте себе, что у вас диагональ проходит вот так. Вот эти два отрезка равны. Вот эти два отрезка равны. Может такое быть? Замечательно. Как вы считаете, на глаз вот этот отрезок и вот этот, они одинаковые или нет? Они явно не одинаковые. Поэтому далеко не любой параллелограмм является РОМ. РОМ это когда диагонали не только делятся пополам, но и под 90 градусов. Вот тогда действительно, как называются вот эти вот четыре треугольника? Нет. Они называются подброэнтами. Правильно? Четыре одинаковых треугольника. А по какому признаку они одинаковые? По двум сторонам и углу между ними. Здесь угол это везде 90 градусов, а вот эти вот отрезки все одинаковые. Господа, РОМ это когда вот этот вот угол 90 градусов. Вы подумали, что это РОМ, потому что у меня угол. Хотя, если честно, не такой, что на 90-е. Я не знаю, тут все-таки нет, но 90-е, то есть вот так. Так. Смотрите на признаки и сообразите, какой из них сейчас разумно применить. Я специально не стирал, да? По двум сторонам и одному углу. Под сторонам и углу между ними. Да. Замечаете, вы абсолютно правы. Господа, давайте точку пересечения обозначим, какой из них буквы О, например. И посмотрим на вот эти два треугольника. Поскольку вы это делаете, что называется, впервые, то давайте аккуратно записывать. Смотрим два треугольника. Треугольник АОБ и треугольник какой? ОДЦ. Вот так, как вы говорите ОДЦ, говорить не принято. Потому что гораздо удобнее, я объяснил, скажем, в этот цвет, вы перечисляете людей, там, не знаю, там, Ваня, Петров, Константин, не знаю, там, Васечкин и Петрова Маша. В чем я сейчас ошибся? В общем, все простые вещи. Уж если я говорю имя, фамилия, имя, фамилия, то в третьем случае надо было тоже говорить, что? Имя, фамилия. Имя, фамилия. Да? Разумно. Так, ребята, если у меня здесь треугольник АОБ, АОБ, то вообще-то разумно написать здесь. СОД в том самом порядке. То есть вершина А соответствует вершине С, вершина В соответствует вершине Д. Так вот, эти два треугольника, треугольник АОБ и треугольник СОД, они действительно конкурентны. А поэтому у них, так, давайте я, может быть, кто-то не очень понял, идея такая. Вот у вас есть эти шесть данных. У вас есть вот эти шесть причин. Если вы, вот скажем, вот этот признак АОБ, знаете вот это, знаете вот это, знаете вот это, то это реально означает, что это, это и это тоже однозначно определены. Или, если вы знаете вот это, вот это и вот это, то остальные три, или если вы знаете все стороны, то есть смысл как-то. Если мы знаем в этих двух треугольных, что угол О не вертикальный, так называемые вертикальные углы. Углы образованные двумя пересекающимися прямыми, они равны вертикальные. Так вот, если эти углы вертикальные, и если вы знаете, что АО равняется ОЦ, и ВО равняется БТО ОТ, то в таком случае вот эти отрезки, они тоже равны, как соответствующие стороны равных треугольников. Отлично. Ну а дальше мы говорим простую вещь. Значит, вот этот вот уголочек равен этому. Давайте пишем, значит. Итак, из рассмотрения этих двух треугольников получается, что АВ равняется СД, и угол ВАО равен углу ДЦО. Отлично. Ну а дальше, собственно, все. Если у вас вот такие углы равны, ну, если честно, мы это с вами не особо как бы хотели, но давайте я не буду это сейчас подробно объяснять. То есть, ребят, смысл такой. Когда у вас есть много параллельных прямых, и они пересечены какой-то другой прямой, то вот эти вот все углы что? Все одинаковые, замечательно. И наоборот, если у вас какая-то есть прямая, вот две пересекающие ее вот под одним и тем же углом, то тогда эти параллельные. Отлично. Продолжение следует...